здравствуйте друзья сегодня у нас 25 января среда как всегда последние известия вы наверное слышите слышали последнее важное объявление о том что белый дом принял решение о поставке абрамсов в украину речь идет о поставках на 400 миллионов долларов называется цифра что якобы будут на эту сумму поставлены 31 танк и не сразу а в течение какого-то времени возможно месяцев но не это главное главная задача объявления о поставке абрамсов было заставить германию поставить леопарды потому что принято решение она с военной точки зрения по всяком случае так думают в нато пентагоне она оправдана что в украине должен быть только один тяжелый боевой танк иностранного производства и это должен быть леопард один имеется ввиду как 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 марка название но их должно быть много потому что два танка скажем леопард и абрамс если обеспечить всей необходимой логистикой амуницией развернуть систему обслуживания то как считают военные в пентагоне эта система заклинила бы уже через два месяца но невозможно в существующих условиях все это быстро развернуть в украине и заставить хорошо работать вот так быстро просто заклинило нужен один танк этим будет леопард и их должно быть много их должны быть сотни но вы об этом всем узнаете наверное уже узнали из других источников информации так как развивается событие я чувствую что скоро все мы станем опытными танкистами еще более опытными механиками по ремонту и обслуживанию абрамсов и леопардов сегодня я хотел бы рассказать вам о открытии второго фронта в связи с агрессией российской федерации я вам говорил об этих двух фронтах один внешний против мордора на полях сражения в украине другой внутренней борьба против пятой колонны в которой включается московская кремлевская агентура а также коррупционеры потому что неоднократно с вами обсуждали коррупционер в органах власти украины это прямой пособник кремля потому что коррупция это одно из важнейших инструментов которые используются мордор для подрыва украины изнутри еще большой вопрос кто хуже потому что внешнего врага его видно а внутренний враг он конечно конспирируется он и вышиванку может одеть он может запеть щеном марла украина но это будет во может быть враг еще пострашнее так вот американцы анонсируя и вместе с немцами о поставках танков открыли серьезный второй фронт борьбы с коррупцией в украине и последней каплей которая переполнила чашу терпения вероятно стал последний скандал министерстве обороны который у всех на устах наверное на памяти на уме все это обсуждается это скандал с контрактом на поставку крупной партии на миллиарды долларов продовольствия в всу которым если верить министерство обороны яйца должны продаваться в килограммами а картошка можно предположить может не исключено может продаваться в литрах а свекла киловатт часах Этот скандал, в общем, это стало катастрофой для Украины, по большому счету. Он уже прошелся по всем страницам, по страницам ведущих средств массовой информации США. В основном реакция была дипломатичной, потому что все эти средства массовой информации, большинство из них, я еще не слышал Fox News в исполнении Такера Карлсона, этого закоренелого трамписта, который в Соединенных Штатах распространяет тезисы кремлевской пропаганды. Так вот, во всех остальных нормальных средствах массовой информации, которая сочувствует Украине на ее стороне, все это как-то так попытались сгладить. Месседж был такой, что хорошо, что президент Зеленский борется с коррупцией, или начал бороться с коррупцией. Наконец-то это свершилось. В таком же русле примерно прозвучали и отклики официальных представителей США. Интересным в этом плане было выступление, высказывание, вернее, представителя Госдепартамента по этому поводу, который, с одной стороны, опять-таки, приветствовал президента Зеленского. Его, в общем-то, поощряют. Давай, давай, борись. То есть все понимают, что коррупция была, и она еще есть. Но надо начать показать, что что-то делается. И вот эти изменения последние, увольнения там, они дают возможность друзьям Украины в Соединенных Штатах говорить, ну вот же борьба же идет. С другой стороны, в этих же высказываниях Прайса видно, как каждое теперь ведомство, которое вовлечено в помощь Украине, пытается прикрыть себя, так сказать, сзади от возможных атак республиканцев, трампистов в Палате представителей США. Тот же Прайс сказал, ну да, мы следим, чтобы наша помощь использовалась эффективно, но в Украине же война, поэтому трудности есть в том, чтобы контролировать, контролировать эту помощь. То есть это очень хитрое такое заявление, которое, она опережает ту критику, которая сейчас обрушится на администрацию со стороны Палаты представителей. В лице, прежде всего, трампистов из магогруппы. Их ярый представитель для них, вот то, что произошло в Министерстве обороны, и то, как потом глава этого министерства начал отмазываться, мы это тоже с вами обсудим, это стало царским подарком, просто царским. Так, например, Марджери Тейлор Грин, это имя вы, наверное, уже помните, я неоднократно вам рассказывал. То есть это конгрессвумен, которая шла вместе с другими представителями мага на эти выборы под лозунгом «Не цента Украине». Так вот, вот что она сказала. После того, как стало известно о коррупционном скандале, связанном с помощью Украины, а миллиарды долларов США продолжают поступать в эту страну, Конгресс должен действовать. Американский народ заслуживает полной прозрачности в том, куда тратятся его деньги. И вот убийственная фраза. «Украина – одна из самых коррумпированных стран в мире, и война с Россией этого не изменит». Где-то она права, где-то она права, потому что вот то, что делают высокопоставленные чиновники в Украине, это свидетельствует о том, что они неискоренимы. И мы с вами это обсуждали. Это вот клептократия, это как наркомания. То есть сам он не откажется от дерибана, от воровства, его только нужно держать в тяжёлых рукавицах, а поэтому нужен контроль и обсуждение, и гласность. Молчать – тезис. На часе – это пособничество вот этим клептократам. Так вот, значит, война с Россией этого не изменит, говорит конгрессвумен. Спасибо господину Резникову и его подчинённым. «Сколько американских налоговых долларов, заработанных тяжким трудом, крадётся и идёт на людей или вещи, на которых они не должны были идти?» Риторически спрашивает Теллор Грин. И вывод. Мы проведём аудит Украины. Ну и дальше свидетельства. То есть он уже начался, причём серьёзно. Серьёзно он начался с января этого года. Так недавно состоялось совместное заседание инспекторов. Вот в каждом крупном министерстве, ведомстве Соединённых Штатов есть инспектор. Он типа независимый от директора, министра. Он, как внешний наблюдатель, осуществляет контроль. Контроль за финансовой стороной, как функционирует это ведомство. Ну, а также за соблюдением законности. Так вот, в январе давеча собрали лист представителей, вот эти инспекторы, генеральные инспекторы, министерства обороны, госдепартамента и USID, агентства Соединённых Штатов по внешней, иностранной, по иностранному развитию, да, как-то так оно переводится. То есть три основных ведомства, через которые идёт оказание помощи Украине. И они сформировали межведомственную, организационную, совместную группу, межведомственную. Но это серьёзно, потому что теперь они будут работать вместе и на полную. Они также составили стратегический, совместный стратегический план, внимание, надзора за Украиной или аудита за Украиной. Но это не Украина, а чиновным аппаратом, за чиновным аппаратом Украины. И как вы отсюда увидите, меры такие, которые свидетельствуют о том, что они знают, да, они и раньше знали в Вашингтоне, как это знают в Лондоне, в Париже, в Берлине, что просто так победить коррупцию в Украине изнутри практически невозможно. Нужна внешняя помощь. И вот, судя по всему, она грядёт. В эту межведомственную рабочую группу под надзором или по аудиту Украины вошло 17 министерств и ведомств в Соединённых Штатах Америки, в Штатах Америки. В том числе, внимание, разведывательное сообщество Соединённых Штатов Америки, все 17 агентств. Знаете, зачем они там будут? Они там будут для того, чтобы собирать информацию при помощи своих методов и средств. А вы представляете, какие у них методы и средства? Я назову два основных. Агентура, ну, то есть источники информации живые. Второе – это электронные всевозможные. Ну и так далее, там их много. Затем аудиторское агентство США, затем офис генеральных инспекторов отдельно Министерства военно-морского флота, Министерство армии, Министерство ВВС, понятно, потому что они участвуют в оказании помощи Украине по линии Пентагона. Затем Министерство внутренней безопасности, то есть оказание помощи Украине, и любые махинации с ней считаются, и будут считаться проблемой внутренней безопасности США. Представьте, на какой уровень теперь это всё поднимается. Ну и, наконец, Министерство юстиции. А знаете, зачем Министерство юстиции? Вот разведывательное сообщество США соберёт информацию о коррупции, о деребании, о продаже яиц на миллиарды долларов килограммами, о картошке литрами или киловатт-часами. После этого дело это всё передаётся в Министерство юстиции, в которое в составной частью входит Федеральное бюро расследования. Приезжают господа из ФБР и надевают наручники. Вот к чему всё это идёт, господа. То есть доверия нет, особенно в связи с последними событиями о том, как отмазывается руководство Министерства обороны от происходящего. Опять-таки мы это обсудим дальше. То есть такое впечатление, что решили запускать своих. Я, кстати, об этом говорил. И говорил неоднократно, ещё где-то с весны, что этим всё может закончиться. И вот, судя по всему, оно к этому и пришло. Ну, значит, дальше тут рассказывается, тут объём помощи, сколько было. То есть вот этот межведомственный комитет получил 42 миллиона долларов, при помощи которых эта группа будет организовать свою работу для наблюдения, для расследования сейчас, куда делись, как были израсходованы 113,4 миллиарда долларов, которые были выделены в целом за прошлый год на помощь Украине. Но там не только военная, а другая. То же самое. Ну, некоторых я упомянул. В числе этой помощи они относят по линии только Министерства обороны 62,3 миллиарда долларов, то есть более половины. Этот вот вам ответ, запомните эту цифру, потому что Балаболов, особенно трампистов, гуляет по интернету много, которые там говорят, что на чисто военные расходы там мизер. Вот по линии Пентагона 62,3 – это говорят генеральные инспектора трёх основных помощников Украины. Интересная позиция, вот здесь они рассказывают о помощи, координации в области, не относящейся к безопасности, то есть к военной помощи. Сюда относятся помощь, которая включает, запомните, экономическую, ну и гуманитарную. То есть вот эта экономическая помощь, я бы тоже об этом рассказывал, это помощь, которая идёт на латание дыр в бюджете, государственном бюджете Украины, которая не может, он бы давно уже рухнул, вся экономика, но она практически сейчас находится, практически на финансировании из американской помощи, европейской, даже ставится вопрос о том, чтобы американцы напрямую платили каждому украинцу денежное содержание в размере 50 долларов в месяц. Ну и что-то мне очень подсказывает, что вот эти закупки для Министерства обороны, они шли через вот эту помощь, которая поступала из Соединённых Штатов Америки. То есть представитель Госдепартамента, он не соврал, когда говорил, что мы здесь ни при чём, потому что вот эта помощь, она могла пойти через USID, а могла пойти через Министерство обороны, потому что шла в Министерство обороны, но я думаю, скорее всего, в её и сойти. Но тем не менее, то есть речь идёт, вот дальше тут перечисляется, куда идёт эта помощь, предоставление прямой бюджетной поддержки украинскому правительству. Вот оно, вот оно, откуда, судя по всему, закупаются яйца килограммами. Затем, что предусмотрено? Ну, тут подробный план, я вам не стану рассказывать тут бюрократические разные штучки, что они уже делают и что они ещё будут делать. Важнейшим направлением работы этой ведомственной группы, между ведомствами, сбор информации. То есть они теперь, не надеясь уже на то, что там кто-то СБУ или прокуратура в Украине, или милиция, там полиция, соберут и будут бороться с этим. Они при помощи, я вам перечислил кого до этого, будут собирать информацию. И ещё блестящий ход, давно пора, в том числе через возможности разведсообщества, как я вам сказал, и горячей линией. То есть они, американцы откроют в Украине горячую линию, я так полагаю, это будет номер телефона, через который любой человек, узнавший о деребании, о закупке, вот таких, как готовилось в Министерстве обороны под руководством министра Ерезникова, может позвонить куда надо и сообщить об этом. и дальше уже начинают действовать американские расследователи. Это да, это блестящий ход. Американцы, вот ФБР, особенно в последнее время, да и ЦРУ, используют вот эту горячую линию для того, чтобы, ну, ФБР используют традиционно для того, чтобы узнать о совершенных преступлениях, чтобы могли сообщить об этом. А также вместе с ЦРУ, если кто-то там из сотрудников иностранных спецслужб хочет перейти на сторону США, они звонят по этим горячим линиям и предлагают свои услуги для встречи. При этом звонившему обеспечивается полная конфиденциальность, а иногда и существенное вознаграждение. Вот это, я считаю, будет самым страшным сном для коррупционеров в Украине, потому что они, по идее, теперь должны слышать за своей спиной, за затылком дыхание ФБР и Уголовный кодекс Соединенных Штатов Америки. И от этого их не отмаживают ни связи, ни деньги, ничего. Кстати, вот здесь же сказано, что на экономическую помощь за прошедший год Украине было выделено 26,9 миллиарда долларов. Сообщается, что соответствующее ведомство Соединенных Штатов для осуществления своих задач по указанному аудиту Украины, вдумайтесь только, аудит всей страны Украины, но опять-таки имеется в виду ее государственного чиновничьего аппарата. Ну, правильно, поскольку весь бюджет страны в значительной степени формируется на иностранные деньги, то надо бы этих ребят, я имею в виду тех, которые деребанят страну эту помощь, давно было бы поставить под контроль. Так вот, сообщается, что эти министерства и ведомства имеют в своем штате следователей по уголовным делам, базирующихся в США и других странах, в частности, еще Германия называется, и занимающихся вопросами реагирования на события в Украине, то есть, которые занимаются, будут заниматься расследованием сообщений о коррупции. Эти криминалисты, сотрудничающие друг с другом и с другими сотрудниками государственных и международных правоохранительных органов США для защиты американской экономической гуманитарной помощи и помощи в области безопасности, а также соответствующих контрактов для усилий по борьбе с мошенничеством, растратами и злоупотреблением, которое совершается на территории Украины. Я прямо, мне хочется сейчас встать и разразиться бурными аплодисментами. Дальше сообщается, что, судя по всему, горячих линий будет несколько. Одна будет для Министерства обороны, но как они будут там идти дальше распределяться, я не знаю, но, видимо, они уже будут на месте фильтровать, куда что пойдет. Это и Министерство обороны будет, наверное, касаться сообщением по поводу того, куда и как деваются приборы ночного ведения. Помните, я вам рассказывал о том, что они как-то так имеют тенденцию исчезать, а потом их нужно добывать в тылу врага и вернуть обратно для того, чтобы отсчитаться. Ну, дальше, значит, USID отдельно будет горячей линией использовать и так далее, чтобы обеспечить конфиденциальный и надежный способ сообщить о результатах, о случаях мошенничества. То есть, я вам кратко пересказал там много-много страниц по этому поводу, но в целом идея ясна. Американцы поняли теперь, что надеются на заверение представителей офиса президента, допустим, на банковой, о том, что мы боремся тут по ночам не спим и только и боремся с коррупцией. Слушать разговоры о том, когда поймали фактически за руку крики о том, что это ИПСО, то все это надоело уже. Американцы, это будет широкомасштабное расследование. Второго Афганистана американцы, то есть, не только это администрация, а республиканцы на многие, демократы на многие годы вперед не могут себе позволить повторить второй Афганистан в плане коррупции. Это будет провал не только этой администрации, а всей демократической партии на многие последующие выборы. Поэтому год смотрели, как это будет развиваться, поняли, что надо включаться в это дело непосредственно. не так? Сбор информации большое количество профессионалов, которые будут этим заниматься, расследованием. Разведсообщество собирает информацию, Министерство юстиции, ФБР ее обрабатывает, проводит расследование, если надо, и это касается дерибана американской помощи, приходят с наручниками. вот я считаю, что это серьезный наконец-то шаг после увещевания, после предупреждений, после мягких ультиматов, это серьезный шаг на втором фронте. Я очень на него надеялся, очень, потому что, понимаете, вот сейчас у Украины есть окно, как говорится, возможности. Еще раз, изнутри просто так, особенно в мирное время вот эта комарилья, клептократия, она непобедима, потому что у нее в руках средства массовой информации, так называемые правоохранительные органы и органы правосудия, включая суды, они непобедимы. Но сейчас такая ситуация, когда без внешней помощи они не могут спасти страну от внешней агрессии, а помощь теперь будет даваться только в связи с определенными мерами по очищению государственного аппарата от пятой колонны агентуры и клептократов. А потом, после этого, когда будет победа, враг будет выгнан с территории страны, на много лет страна еще будет зависеть от внешней помощи, на ее восстановление. и опять этим остатком этих клептократов, которых еще не вычистят во время войны, по ним будет проводиться та же самая работа. И это правильно. Должно состояться, то есть, страна, когда она победит, она победит, потеряя много крови, она потеряет цвет нации на полях сражений, и она заслуживает очищения от вот этой коросты. она должна выйти из этой страшной войны совсем другой страной. Она должна быть интегрированной частью Евросоюза и то ли НАТО, то ли другой структуры по национальной безопасности, а без очищения это никак невозможно. В этой связи очень коротко я вам расскажу восприятие вот этого скандала конкретно в Министерстве обороны. Но для того, чтобы понятно было, я вам так хрестоматийный для меня пример приведу. Американское правосудие вообще и люди, которые работают в государственном аппарате, следователи да и вообще в государственном аппарате, они очень рациональные люди, то есть они в том плане, что они придерживаются элементарной логики. То есть если тебе задали вопрос, ты должен ответить на этот вопрос и получить вопрос именно на ответ, именно на тот вопрос, который задан. Ну, это звучит на практике следующим образом. Вот пример бывшего премьера, премьер-министра Лазаренко, люди старшего поколения наверняка это помнят, в 90-е годы сбежал Соединенные Штаты, Украина обвинила его в том, что он присвоил себя 180 миллионов долларов, он попросил политического убежище в США, оказался в суде по запросу о экстрадиции, который пришел из Украины. И вот его в самом начале спрашивают, ответчик, вас обвиняют в том, что вы незаконно присвоили себе 180 миллионов долларов, вы признаете свою вину или нет? Ответ Лазаренко, а Кучма 240 миллионов украл. Судя на него так смотрит, внимательно посмотрела. «Я повторяю вопрос», говорит она, «Вас обвиняют в том, что вы украли 180, а Кучме может быть будет речь в другом месте. Вы признаете или нет? Ответ опять, а Кучма 240 украл и вообще там такой беспредел, все воруют и так далее». Она ему сделала замечание и сказала, если вы еще раз так ответите, то есть она думала, что он то ли издевается, то ли идиот. И третий раз он ответил таким же образом. Вот это была его роковая ошибка. То есть он убил к себе доверие в судебных инстанциях США, в правоохранительных органах, на все время оставшиеся. После этого его дело об экстрадиции превратилось в уголовное дело против него и в конечном итоге он, по-моему, более 13 лет провел. То ли за решеткой большую часть, а потом под арестом. И вот примерно так сейчас происходит реакция. Министерства обороны руководства на тот скандал, который разгорелся. Журналисты опубликовали копию, копию контракта, где черным по белому написано том, в чем было объединено Министерство обороны. В деребане. В чем, насколько я понимаю, деньги еще не были оплачены, то есть закончено, преступление еще не закончилось, оно было в процессе, но с точки зрения уголовного права, ну, практически любой нормальной страны, если преступление не закончено не благодаря тому преступнику, который его начал осуществлять, а вопреки ему, то есть благодаря каким-то внешним обстоятельствам, то оно считается совершенным, его будут судить. так вот, значит, опубликовали журналисты этот контракт, где черным по белому было написано, вы знаете, что, да, в том, что цены на целый ряд продуктов был завершен, завышен два с половиной, три раза. И вот, если бы господин министр Резников представлял это дело в американском суде, ему бы задали вопрос, вы признаете, вот против вас выдвинули обвинение, вот копия того доклада, который опубликован обвинителями, вы признаете или нет? В ответ что мы слышим? А, это, наверное, от господина Гриценко ноги растут, а он был плохим министром иностранной обороны, самым худшим министром обороны за все время. Вы чувствуете, как это вот, как Лазаренко? Это как Лазаренко. Это значит подмена предмета разговора. Это элементарный пример мошенничества фактически, когда пытается передернуть картишку, ты ему говоришь одно, а он перескакивает на другое. Ему опять вопрос задают, я так себе представляю, задали бы в американском суде, но вот показывает, вот контракт, вы признаете виновным или нет ваше министерство и вас лично, а он в ответ, а вот оно было опубликовано там, не там, где надо, не в НАБУ, не еще где-то, а в зеркале недели, а там работает жена господина Гриценко, а потом пошли дальше, ему говорят, ну все-таки, как, вы покупали, здесь написано в контракте, что яйца в штуках, в контракте написано, а вы говорите, что в килограммах, вы можете это объяснить? а журналистам пьянчушка там и так далее, хотя журналист имеет очень высокие отзывы о нем, как об одном из лучших журналистов расследований в Украине, и вот такая мутата, а потом пошли угрозы со стороны СБУ о том, что это ИПСО, нет, значит, обвинение, что это государственная измена и этим займется СБУ, но тут надо вот что сказать, что это не государственная измена, так по большому счету, вот те, которые вскрыли его, это разоблачители, в Соединенных Штатах, допустим, закон есть о разоблачителях, они защищены законом, потому что это люди просто необходимы, они предотвращают тяжелое преступление против государства, в данном случае было предотвращено окончание тяжелого преступления, первое, это казнократство, разворовывание государственного бюджета в особо крупных размерах, а второе, еще более страшное, это диверсия фактически была против Украины, против ее обороны, потому что это может закончиться очень плохо при обсуждении в Конгрессе США следующего пакета помощи страны, вот что это, а в ответ слышится это ИПСО, нет, это не ИПСО, это КЛЕПСО, клептократическая спецоперация должностных лиц Министерства обороны, направленная на разворов, казнократство, на разворование в особо крупных размерах государственного бюджета, в частности, бюджета Министерства обороны, который составляет примерно, чуть ли не половину всего государственного бюджета США в значительной, в Украине, в значительной степени составленного из внешней помощи, то есть, это первый, как говорят американский аккаунт, первая статья объединения, а вторая, да, это удар по обороноспособности, по репутации, как следствие обороноспособности страны. И вот что происходит, то есть, лучше бы господин министр молчал, чем так говорил, но он адвокат, и говорят, адвокат был неплохой, и я могу объяснить вот те глупости, которые он наговорил, очевидные глупости, это были бы глупости даже для студента американского юридического колледжа. Я могу объяснить это тем, что вот этот контракт, это не полный, так сказать, не весь масштаб того, что там творится. Мы не знаем предыдущие контракты, может, там действительно картошки литрами продавали, картошка литрами продавалась. А второе, такое впечатление складывается, что дело идет, ноги растут прямо туда, еще выше господина Резникова, и поэтому он в панике ведет себя как слон в посудной лапке. То есть, если до того можно было так думать, что это кто-то там ляпкин-тяпкин какой-нибудь среднего уровня или ниже самого высокого уровня, что там натворил, действительно ошибся, вместо штук написал килограммы или наоборот, то после выступлений господина Резникова появляется, ну, невозможно избежать вывода, что он просто прикрывает преступление. А в Америке, допустим, есть такая статья Abstraction of Justice называется. Это вот как раз это и есть попытка воспрепятствовать свершению правосудия и помешать осуществлению расследования. Это ложь, которая распространяется вот в этих самых целях. Поэтому, да, вот что меня еще, ну, ну, просто потрясла, потрясла вот эти угрозы, что против журналиста или журналистов будет СБУ открыто уголовное дело по государственной измене. «Ребята, ну, не делайте самую последнюю глупость». То есть, это будет вообще запредельная глупость с вашей стороны, если вы это сотворите. Я понимаю, вы сейчас запуганы, вы сейчас в панике, но это вас убьет, потому что, если вы это сделаете, то вся пресса западная Соединенных Штатов, так это точно, вся она ополчится против вас, вас разнесут в пух и прах и разотрут в порошок, потому что, если вы это сделаете, это будет невероятная наглость, просто невероятная. В Соединенных Штатах, вот если бы это все так вот случилось, никогда в жизни бы не было против журналиста обвинений в совершении государственной измены. Журналист не обязан здесь давать, рассказывать о источниках своей информации. Он может отказаться называть их в суде и повторяю, те люди, которые, я вот, кстати, посмотрел, он же опубликован, опубликована копия этого контракта, я не увидел там признака о том, что это секретная информация, не было там грифа, во всяком случае. Поэтому просто взываю к остаткам совести, если она там еще осталась, ну, даже просто к чувству самосохранения, не делайте последнюю самую убийственную глупость, не вздумайте обвинять кого-то, журналистов в государственной измене в связи с вот этим скандалом. Те, кто опубликовал этот скандал, они совершили подвиг, они совершили, они раскрыли дерибан. И он теперь, вот то, что произошло, будет использоваться администрацией в Соединенных Штатах, когда на них наедут мага из палаты представителей, они это все покажут как пример успешной борьбы с коррупцией и скажут, что наши усилия по борьбе с коррупцией действуют. Это будет пример позитивный номер один. Не убивайте его, увольте министра Резникова, потому что я не представляю при следующей встрече, как он будет сжать руку министру Остину и рассказывать ему о том, что он закупает яйца килограммами. Министр Остин будет просто в шоке. Вот, собственно говоря, господа, что я вам хотел сказать, то есть хорошие новости, я считаю, на полях сражений и внешнем, и внутреннем. Это, конечно, не понравится клептократии Украине. Я предвижу сейчас высадку десанта проплаченных троллей, которым платят вот из тех бабок, которые зарабатываются на дерибане этой помощи американской, немецкой, гуманитарной помощи из других странах, которые будут вопить о том, что на часе опять и так далее. На часе. Я говорил об этом еще весной, и если бы вместо того, чтобы присылать вот сюда на мой канал троллей, там включили мозги, и это дело как-то так прекратили, поняли, что, ну, нельзя, нельзя этим заниматься, тайное обязательно станет явным, что они не самые хитрые и умные, всегда на самую хитрую найдется кое-что. Не сделали, потому что это болезнь, это как наркомания, это нужно лечить самыми серьезными радикальными мерами. и, наконец-то, они, во всяком случае, Тейлор, Мэджори Тейлор Грин, эта бесноватая, которую я очень не люблю, но теперь вот она, это будет страшный сон для самых высокопоставленных воров в Киеве. пусть она как огонь пройдется по ним и поможет очистить страну, за это я ей прощу все, клянусь вам. Поэтому, как всегда, дорогие друзья, я считаю, это очень позитивная новость, слава Украине, ее вооруженным силам, враг будет разгромлен, и внешний, и внутренний, непременно. Украина выйдет из этой войны победителем с гордо поднятой головой, очищенной, и она станет уважаемым, достойным, и одним, вернее, я бы сказал так, один из самых уважаемых членов цивилизованного европейского сообщества. Вам, дорогие друзья, всем желаю выдержки, мужества, берегите свое здоровье, свою нервную систему. Мы все должны дожить до этого счастливого момента, и мы все с вами встретимся, когда это все свершится, и отпразднуем. До новых скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok